Цветы, подарок, внимание. С юбилейной датой Василия Григорьевича Гривцова поздравлял Николая Войтенко. Позвольте в этот замечательный день по поручению главы поздравить вас с 95-летием со дня вашего рождения. Вы прожили почти век, еще чуть-чуть. Вы человек история для нашей страны, для нашего города. Вы легенда нашего огромной страны, поэтому низкий вам поклон, большое вам спасибо. Живите долго, радуйте близких, друзей, своим присутствием. Поэтому с 95-летием вас. Всех вам благ. Василий Григорьевич родился в 1919 году в городе Котлас Архангельской области в семье рабочих. После окончания пяти классов школы работал масленщиком, затем помощником машиниста на судостроительном заводе. С 1939 года был в армии в городе Рига автоматчиком. Там и застала Василия Григорьевича война. В одном из боев он был тяжело ранен. Ранение получило. Это уже... Я был в Синляндии. Мир заключил в Синляндии. В Синляндии был. В том нас перебросили обратно в Украину в 44-м году. В 45-м году, по-моему. В 45-м году. В Украину перебросили. В Украине. Это не на Украине. На немецкой фронте где. И там меня ранило. После войны Василий Григорьевич работал первым помощником машиниста. Машинистом и слесарем. Со временем осел в Муроме. Первая жена его рано ушла из жизни. Во втором браке семейное счастье было долгим. Всю жизнь жил. Замечательно. Хорошо. Пах. Очень добрая была? Очень добрая. От души все. Все от души делала. Что хочешь, что хочешь. 50. 50 лет, да? Я не знаю, сколько. Вот сколько. Вся жизнь этого человека была посвящена нелегкому труду. И тем не менее она вышла долгой. Василий Григорьевич в день своего 95-летнего юбилея пожелал всем молодым муромцам долголетия. А для этого нужно просто трудиться и уважать друг друга. Так считает человек, проживший долгую и весьма непростую жизнь. Так и положено. Чтобы трудиться и уважать друг друга. Обязательно. Самое главное правило. Чтобы прожить дальше. И когда все. Все на всяких. Елена Петрова, Николай Молоденов. Новости 24. Муром. Новости 24. Новости 25. Новости 25. Продолжение следует...